Всем привет! С вами канал Артмания. У нас во дворе произошел некий инцидент. Там вон, видите, мужчина с синей машиной. Другой парень молодой зацепанул вот эту вот машину, которая стоит. Ну, практически, знаете, даже не на углу она стоит. То есть угол получается вот дороги. Вот она, угол. То есть он стоит вот тут вот. Ехал грузовичок. Сейчас я его покажу. Вот тут он уже спрятался за кустами, вон там далеко. Он вез воду. И он, конечно, ехал сюда, и он хотел встать. Вот только сейчас я поняла, он хотел встать вот сюда. Хотел встать. И случайно цепанул эту машину. Понял, что нужно бежать. И поехал тогда дальше. Кстати, чуть не цепанул вот эту машину. Но уехал. Там сейчас уже другой просто становится совсем машина. И уехал, спрятался туда. Но тут подъехали люди. Заранее подъехали другие люди. Сейчас покажу. Вот тут вот в лесаре они у нас что-то трубы газовые подделывали немножко, подваривали. И они увидели все это. Машина запищала. Кстати, это так было необычно. Уже у нас давно машины не пищат во дворе. Там пи-пи-пи-пи. Мужик выскочил, а они ему рассказали, что его цепанула машина. Что он уехал вон туда. Вот та машина. И он вот, знаете, вот просто людям, вернее, люди оказались в нужный момент. Да? То есть, ну, блин, ну было бы обидно. Представляете, машина цепанула. Там отцарапали и все. А так вот деньги он получит, отремонтирует. Может, она вообще новая у него блестит вон хорошо. Вот тут он звонит куда-то. Он сразу туда пошел. Высказал этому мужику. Потом они пришли вместе. Тот не знаю, не знаю, ничего не знаю. Типа такой плечами поджимает. Он не знаю, не знаю, не знаю, что это. Что-нибудь там, т-т-т. Тут кто-то выходит с большими такими сумками. Вот, типа ничего не знаю. Ну как, ты же меня цепанул. Ну не знаю, там у вас ничего не видно. Может, это не я был. Ну, конечно, тут доказать уже очень-очень сложно. Вот, я только уже, когда встал, я только увидела, что вот это вот. Ну, слышал, что машина пищит. Меня удивило это. Я только увидела, как он уже проезжал вот тут вот. мимо вот этой вот машины. Прям в долях, прям в миллиметрах. Может быть, у нее просто нету сигнализации. Она не запищала. А так бы, конечно, она, может быть, ее тоже цепанула. Неизвестно. Машина же не на углу стоит, да? То есть она стоит там. Вот, сейчас он понес воду. То есть, как я поняла, что он встал здесь. Тише. Как я поняла, что он встал здесь. Хотел встать здесь. То есть он оттуда потащил вот эту вот воду туда. Сначала думал, что он хочет мужику расплатиться водой. Думаю, что сколько надо воды. Если стоит, допустим, там 50 тысяч, к примеру, да? Или 10 тысяч, чтобы закраситься. Ну, даже если 10 тысяч. Это сколько надо воды? Это весь грузовик. Вот он кому-то звонит, звонит, звонит. И тот мужик сейчас потащил. Парень там молодой. Ой, не знаю. Не представляю. Поэтому, кстати, я очень часто замечаю. Просто они подъезжают. У них грузовики большие. Просто подъезжают. Вот тут вот становится около подъезда. Он выходит, быстренько отнес воду. Сел и дальше поехал. То есть нигде не паркуется. Вот он, наверное, пошел к той машине смотреть. Ту машину. Здесь доказать, конечно, сложнее все. И где машина? Посмотрим, что там будет дальше. Дойдет это до милиции или нет. Ну, тут отмерять нечего. Ну, протокол, наверное, какой-нибудь там документ составит. Чтобы тот выплатил ему. Так, ну, смотрите, уже эта машина. Со словом Буян. Подъехал сюда. Этот вот парень как раз с желтым капюшоном. Который без шапки. Вот он, видите, рассказывает. Прямо интенсивно рассказывает. Он подъехал сюда поближе. Вызвал своего друга для поддержки. Потому что, видимо, ему было очень страшно. А тот вот мужик, хозяин, на своей машине какие-то заполняет документы. Ну, что-то вроде милиция еще не подъезжала. Мужик даже подъехал. Как он проезжал? Представляете, он проезжал вот так вот. Ну, точно так же, только поближе был тот угол. Был поближе к этой машине. Немножко ближе. И цепанул. Как можно было так проехать? Ну, даже если ты хочешь припарковаться, но все равно как-то это делается по-другому. Может, у него опыта нет. И вот этот парень уже, который без шапки в желтом капюшоне, уже более себя раскованно ведет. Потому что рядом друг есть. Когда не было друга, он плечами пожимал. Не знаю, не знаю, ничего не знаю. Не знаю, может, это не я был. Не знаю. Все время пожимал плечами. Все время переминался как-то так. Это прям страх у него чувствуется был. А тут пришел друг. Он уже, смотрите, себя ведет прям хорошо. Такой смелый стал. С друзьями, наверное, мы становимся смелые. По всей видимости. Вот. А тут мужчина заполняет. Не знаю, где он взял документы, интересно. Полиции вроде бы нет. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях. Жалко, конечно, что я их не записала изначально, как он цепанул. Очень жалко, не ожидал. Первый раз такой у нас во дворе. Он и курит, и ходит сразу с такой весь. Прям как важный гусь. Вот. Так вот. Ну, они, видимо, по очереди заполняют. Изначально вот заполняют. Он, видимо, там вводит свои паспортные данные. Он все пересматривает, этот мужик. Парень там. Может быть, я не сильница, по-моему. Может, мне не придется. И у всех, представляете, вот сейчас вот встала работа. То есть, этот мужчина с синей машины хозяин, да? Не поехал сегодня пятница, да? Не поехал на работу. Не смог, он выехал. Он не может выехать, потому что машина стоит в таком месте, сначала должна приехать милиция, да? Это во-первых. Во-вторых, он не может сейчас выехать на работу, потому что ему нужно решить это дело. И оно долго, оно затягивается. И второй мужчина, который цепанул, да? У него тоже останавливается работа. То есть, он не может отвезти воду, которую воду. Причем, знаете, воду, которую реально люди сейчас сидят и ждут. Воду, у которой заканчивается вода, и они не могут пить воду из-под крана, потому что они привыкли пить водичку Буян, которая там природная, да, природная минеральная вода. То есть, они, как бы, ждут человека в надежде, что сейчас там привезут, как положено, там, 12 часов. А по итогу, неизвестно, когда он там с этой водой освободится. Хотя, по большому счету, ну, не на большой же дороге они стояли и столкнулись, да? А просто вот он проехал, не посмотрев, да? И поэтому у нас все стоят по итогу. Он подъехал сейчас обратно, видимо, чтобы поближе быть, чтобы примерно... Может, его тот мужик запугал. Не подъедешь, наверное, ты мне сейчас будешь должен там 200 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно-ладно, подъеду, подъеду. Друга еще не было тогда. Потом друг подъехал. Сюда у нас там? Не знаю, мне кажется, сейчас они просто документы заполнят, наверное. Паспортные данные, вот там что-то еще. Может быть... Было бы здорово, конечно, если бы вот этот вот парень грузовика просто выплатил деньги. И все. И они бы разошлись бы, и сейчас покойный хозяин машины поцарапанный, поехал бы по своим делам и все. Посмотрим. Так, сейчас вот я узнала у мамы, оказывается, автомобилисты, у кого машина есть, оказывается, у них документы, это заранее все распечатанные, есть, ну, мало ли, вот так произойдет, они есть. Вот, а он сейчас заполняет вместе с другом документы, и друг, видимо, а, ну да, он на машине же приехал, он знает. Так, заполняю вот тут, вот тут, вот тут. Вот я ему сейчас только что пальчиком показывал. А тут, видимо, парень, он недавно на машине может ездить. Не знаю, ну, такая, знаете, ну, честно, вот просто. Для меня это, например, очень грубая ошибка. То есть, ну, машина, видите сами, то есть, поворот, да, вот с этой стороны и с этой стороны. То есть, она не на середине, вот тут она стоит. Тогда да, можно зацепить. Она стоит вот здесь, вот, то есть, до поворота, до этого видео можете посмотреть. Это все равно, что машина стоит вот тут, да, человек ехал там, хотя дорога, вон, свободная, большая, да, и он взял и все равно цепанул. Будет как-то странно. Он даже уже к нему подходит, соседивает. Что случилось-то? Да, вот меня мужик цепанул. А, ну, это ерунда. Сейчас он тебе там оплатит быстренько все. Все супер будет. Все будет чики-пуки. Вот, посмотрим сейчас, что будет дальше. Наверное, просто заполню документы и... И все. Вот ему все рассказывает, показывает. Сейчас кто-нибудь стоит, читает документы, что-то думает. Знаете, вот я сейчас просто подумала, представляется так вот этот парень звонит своему другой. Знаешь, приезжай меня, поддержи, пожалуйста. Я тут мужика цепанул своим грузовиком. Там, приедь, пожалуйста. Вот, да, 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 да. Поддержу, приеду. Сразу такой стал. Он важный такой. Это, а то шел прямо в страхе. Его еще мужик там спрашивает, что он все время плечами прижимает. Не знаю, не знаю, не знаю. Там мужик говорит, ну смотри, тут дорога-то вон, смотри, какая широкая, большая. Ну, неужели ты не мог поместиться? Ну, обязательно надо было меня цепануть. Не знаю. Он все плечами прижимает, и прижимает такую-то, боится. А друг приехал, сразу он такой. Если что, там вдруг он нападет. Там его, я не знаю, или может какая, я не знаю, что там у него в голове. А мужик машины прям был настроен. Жалко, конечно, сразу не засняла. Он прям это, ему сказали, когда он там вот находится, там на дороге стоял, тот грузовик, мол, тот вот тебе цепанул. И он прям такой пошел, пошел на него. С такой злостью. Прям казалось, знаете, что сейчас он подойдет, как даст ему кулаком по башке. Там, ты цепанул мою машину. Было, честно, ощущение, вот такое вот. Ну, нет, он там поговорили. Конечно, драки не было, поговорил. Но это, конечно, неприятно. Это очень неприятно, задерживает время. Тут еще по телефону болтает. Наверное, начальство ему звонит, мол, ну ты что, где? Тебе заказы надо развозить. Ты что там делаешь? Да я вот тут вот цепанул машину. Сейчас, сейчас, я скоро поеду. Сейчас, быстро сказал, давай, быстрее. И дальше заполняет. Такие документы, прям смотрите там. Реально, такие документы, они... Блин, вот окна у меня грязные. Ребенок пачкает. Прям вот видите, они такие красивенькие там. Необычен. Короче, вот так у нас. Первый раз в жизни такое у нас тут во дворе, прямо перед самыми моими окнами такое произошло. Ладно, посмотрим еще подальше. Может, все-таки милиция приедет там, посчитает чего-нибудь, померяет, как это обычно бывает. Здесь хорошо работает. Так. Спасибо. Продолжение следует...